Здравствуйте! Добро пожаловать на вебинар GetNode – сервисы для мастернод с регулярным доходом. GetNode – это эксклюзивный клуб инвесторов, доступ в который возможен по рекомендации. Меня зовут Михаил Тимофеев, и сегодня мы поговорим про криптомонеты, мастерноды и биткоин. Я начал осваивать криптовселенную в 2017 году. Это было время бума биткоина. Шансы технологии блокчейна меня очень интересовали, и я делал инвестиции в разные монеты и токены. Впрочем, не всегда очень успешно. Все было похоже на 1995 год, когда новинка по имени интернет изменила все, создав целый мир новых возможностей. Многие из нас им никогда не воспользовались, но об этом немного позже. В начале 2020 года мой друг рассказал мне про GetNode. Я, как и вы сейчас, посетил такой вебинар. Я вложил немного евро и получал доходы, часть которых мне возвращалась в евро. Я повысил ставки, начал интересоваться самой фирмой и общаться с основателями фирмы. Так я попал в команду GetNode, и вы ко мне на вебинар. Итак, начнем с валюты людей. Биткоин и ее возникновение. Некоторые уже много о ней знают, но многие нет. Поэтому подтянем всех на один уровень. Мы все знаем, что евро, доллары и рубли – это валюты, которые мы не контролируем. Центральные банки их имитируют, банки выдают кредиты, и к тому же они и государство могут остановить обращение или заморозить счет. А также обесценить инфляцией или дополнительным печатем денег. Банки к тому могут обанкротиться во время кризиса. Все это невозможно с биткоином. А почему? Нам известно, что максимально будет рассчитано 21 миллион биткоинов. То есть это количество зафиксировано, и его невозможно изменить. Вот такая архитектура алгоритма. В этом смысле биткоин – даже более редкий элемент, чем золото. Так как нам неизвестно, сколько его хранится под землей, сколько у правительств мира, и сколько у самих людей. Когда люди или фирмы друг друга переводят биткоин, это происходит так называемое peer-to-peer в одноранговой сети. Из-за этого нам для этого не нужен никакой сервис, как там Яндекс.Деньги, Western Union, PayPal, или даже банк, который для нас это выполнит. Это делает блокчейн полностью автоматически. И особенно в области иностранных переводов даже дешевле. Все это происходит децентрализованно, и каждая транзакция псевдо-анонимна. Что я имею в виду? Вы можете себе создать несколько криптокошельков, но при этом любой человек может проследить, когда переводят биткоин. А также 32-значные адреса участников и транзакции, и, естественно, отметку времени. До сих пор посторонние лица не могли видеть, кому именно принадлежит адрес. Но когда-то, возможно, появится профиль пользователя, что приведет к отслеживанию всех транзакций. Поэтому псевдо-анонимизация – это ненастоящая анонимность, и надо быть осторожным. Мы впервые настолько доверяем криптографическому протоколу, самой криптографии и математике. А криптография, то есть шифровка, поднимает безопасность на новый уровень. Или кто-то из вас больше доверяет банкам и их руководству. Блокчейн-валют много, но мы остановимся на примере биткоина, так как это до сих пор самая популярная валюта рынка. Кроме того, биткоин – это самая безопасная база данных в мире. Ее невозможно подделать или уничтожить. Ну, только если напасть на все компьютеры одновременно, а таких больше миллиона. В том числе существует майнинг фермы, это те, которые добывают биткоин, в скрытых и защищенных местах, например, в Китае или России. Будьте сами своим банком. Разумеется, тема очень важная. Вы контролируете ваши финансы, когда биткоин находится в вашем криптокошельке, и его приватный ключ известен только вам. Таким образом, будьте уверены, никто не может ограничить вам доступ или взять в залог ваши деньги. Именно так можно зачистить часть ваших финансов. А почему это так важно? Ну, представьте себе кризис 2008 года. Следующий может быть еще хуже. Может, даже коронавирус нас приведет к нему, или вдруг произойдет денежная реформа. На кого не повлияют эти события? Именно на людей, которые имеют биткоин и прочие криптомонеты. Так, как они все вне системы. Я думаю, что именно это самое главное достоинство биткоина. В роли не играет, откуда создается стоимость, или как ее вычислить. Самое главное, то, что у вас в биткоинах, изолировано от классической финансовой системы. Таким образом, биткоин всемирно доступен. И вы независимы от мировой финансовой системы. Представьте себе, например, беспорядки в России, или еврозоне, или денежную реформу. Вы можете относительно просто, ну, в кавычках просто, покинуть страну без денег, отправиться в любую точку мира, и путем телефона и кредитной карточки, которые без проблем продают таможню, снять местные деньги в банкомате. Будьте независимы, храните ваши сбережения в биткоинах, и вы получите шанс на действие. Давайте отправимся назад в прошлое, в 1995 год. На основании интернет-протокола была создана инфраструктура с участием большого количества фирм, концернов и организаций. Выберем трех из них. Так, могли бы вы представить себе их рост, когда акции Facebook, Amazon или Google только начали торговаться на бирже? Если да, вы были бы сегодня финансово независимы, обладая огромным состоянием. И это самый главный вопрос. Большинство людей, конечно же, просто наблюдали за развитием интернета. И люди даже говорили, а кому нужен этот интернет? Да, и сегодня говорят, кому нужен этот блокчейн? И явный вопрос следующий. Если на основании блокчейн-протокола образуется новая инфраструктура, кто будет участником, а кто просто наблюдателем? Я называю это параллельным миром. Один – это тот, который мы знаем, который нам хорошо знаком. Есть возможности, инструменты работы и услуг. И есть мир блокчейна, где существуют те же услуги, но и дополнительные возможности. Возьмем, например, Ethereum. Эта криптовалюта обладает функцией смарт-контракта. Это сам собой управляющий договор, который при определенных условиях выполняется автоматически. Это происходит мгновенно, и для этого не нужна человеческая помощь. С Ethereum также связан, например, мессенджер Loki. Нам всем знаком мессенджер WhatsApp. В нем переговоры и сообщения зашифрованы, и никто не может подслушивать. Это правда? Вы согласны? Ну, хорошо. Loki, впрочем, поддерживает эти функции более серьезным образом, благодаря блокчейн-технологии, которая действительно обеспечивает конфиденциальность, так как сообщение разбивается на фрагменты. Если, например, Саша посылает Анне текст, он не сохраняется, как обычно, на одном сервере целиком. Вместо этого, несколько серверов децентрализованно хранят фрагменты сообщения. Когда сообщение доходит до Анны, ее компьютер с помощью смарт-контракта его восстанавливает. Хакеры, которые хотят прочитать его, должны напасть на все эти компьютеры одновременно и, к тому же, знать их заранее. Общаются два 16-ти личного адреса, а не Саша и Анна. И никто в итоге не знает, кому они принадлежат. Или на основе новых качеств и преимуществ блокчейн-технологии возникают такие проекты, как Humanity, которые людям третьего мира позволяют получить микрокредиты, так как у них редко есть все-таки доступ к банкам и их услугам. Это приносит реальную пользу для людей и фирм в экономической и социальной области. А теперь вопрос к вам. Сколько таких шансов у вас в жизни? Таких больших, которые действительно могут изменить ее к лучшему? Может, один, два, или максимум три раза в жизни у вас есть такая большая возможность? При первой мы все наверняка были наблюдателями. Я в том числе. То есть я не купил Google, когда акция стоила 40 долларов. Естественно, я сегодня владею акциями, но я, к тому же, очень хорошо инвестирован в различные криптовалюты и GetNode. Часть моих денег уже стала независимой от валютных кризисов. Я очень рекомендую сделать это вам. Потому что это окно возможностей может закрыться в ближайшее время. В мае 2020 года произошел халвинг. Это уменьшение вдвое, вознаграждение майнеров, которые происходят каждые 4 года. По истории видно, что после этого курс биткоина вырастал, и маловероятно, что такой курс, как сейчас, мы увидим в ближайшее время. Естественно, это чем-то спекуляция, но прошлое нам показывает такую закономерность. А теперь поговорим о децентрализации. Биткоин уже имеет более 9000 полных нодов. Полные ноды – это компьютеры, которые постоянно подключены к сети и держат копию всего блокчейна, самого первого блока – Genesis Block. Они выполняют различные задания. Например, если Анна посылает Саше биткоин, то эти ноды проверяют, есть ли у Анны это количество биткоина, действителен ли адрес и так далее. И все это записывается в блокчейн. И транзакция там навсегда остается. И любой может ее просмотреть, увидеть, когда она состоялась, какой был объем и какие адреса были участниками. Верификация – это одна из главных задач нодов. А еще существует более миллиона компьютеров, которые вычисляют биткоин, то есть занимаются майнингом. Чтобы нарушить работу биткоин-сети, нужно взломать на минимум 50% этих компьютеров. И даже квантовые компьютеры не смогут это сделать. Поэтому биткоин-сеть считается самой надежной базой данных. Другие криптомонеты не имеют такое количество нодов. И именно этой проблемой мы занимаемся. Мы инсталируем новые такие узловые пункты, так называемые мастер-ноды. И каждый раз этим способом повышаем надежность и безопасность сети. А также нам со временем становятся доступны новые ресурсы и возможности. В 2013 году существовало всего лишь 10 криптомонет. Можете себе представить. В конце 2018 года уже более 2000. Но если вы зайдете сегодня на страницу coinmarketcap.com, их уже будет больше 5000. И это именно параллельный мир, который образуется в ответ на спрос, на дополнительные услуги. Например, криптомонета, которая позволяет страховым компаниям записывать их данные на блокчейн. Это приносит пользу и фирме, и клиенту, так как данные защищены от подделки и доступны для просмотра. Старой или обыкновенной техникой это невозможно обеспечить. Каждый раз, когда мы инсталируем мастернод в сети, мы повышаем защиту сети и делаем эту криптомонету более устойчивой против атак хакеров. Неважно, делаем это для Zcoin, Dash, Stakenet или какой-либо криптомонеты. Они ценят нашу услугу, так как мы им упрощаем работу. Мастерноды, кроме обеспечения безопасности, например, вычисляют бюджеты, проводят голосования, такие называемые вотинги, и выполняют прочие задачи. Каждый раз мы получаем за эту работу вознаграждение. Подробнее это выглядит так. Один фиктивный мастернод, например, нам приносит 89 монет в день, другой 7,2 монет. И каждый раз мы их берем и меняем обратно в биткоин. Главная причина – это минимизация валютного риска. И так каждый день нам приходят биткоины в виде вознаграждения, потому что мы управляем сернодом, повышаем безопасность и выполняем задачи. В принципе, нам даже не нужны дополнительные члены клуба, так как сам наш сервис, который мы предоставляем различным криптомонетам, хорошо оплачивается нам, а также существующим инвесторам. Но если вы присоединитесь к нам, мы будем очень рады, так как благодаря этому мы сможем расширить пул мастернодов, добавить безопасность сети криптомонет и таким образом способствовать развитию крипторынка и в итоге поделиться с вами кусочком криптопирога. Мы это занятие считаем долгосрочным, поскольку мастерноды уже существуют более 10 лет, они необходимы для определенных криптомонет и мы их создаем и ими руководим. Это, в принципе, все. Сейчас мы сравним отдельную акцию с отдельным мастернодом. Естественно, это не совсем корректно, так как акция – это регулированный финансовый инструмент, а мастернод пока не регулируется. Но в будущем все это будет и принесет с собой еще более высокую безопасность и, возможно, больше доходов, если доверие к рынку будет расти. Но, конечно, ценность обоих инструментов может вырасти или упасть. Это бесспорный факт. Для амортизации и распределения риска в мире акций используются фонды, которые содержат много акций. И именно для этого мы создали впервые в мире мастернод-пул, который содержит мастерноды от 40 до 60 различных криптомонет. Мы их выбираем, проводим интеграцию, контролируем и, если перформанс недостаточно хороший, мы их заменяем. То есть пул постоянно оптимизирует. Давайте посмотрим, как это работает. Если у вас 100 акций, тогда они колеблются в ценности, вверх и вниз. Но дополнительных преимуществ у вас мало. Естественно, существуют дивиденды, но они выплачиваются, если у фирмы все хорошо, всего лишь раз в году и составляют от 3 до 6%. Это неплохо, но для любителей криптомонет есть вариант более интересный. Если мы посмотрим на принцип инвестирования в мастерноды, тут курс монеты тоже колеблется, раз мы инвестировали в пул или купили мастернод при определенном курсе. Но дополнительно мы получаем доходы ежедневно. Можно это себе представить, как будто бы акции размножаются. Например, через 2 года вместо 100 их количество уже 120. С акциями это, конечно, невозможно. Поэтому доход зависит от их курса. А если вы имеете мастерноды, тогда вполне возможно, что через, например, 2 года уже их стало 120 или 130. В зависимости от развития рынка. Доходы добавляются к вашим инвестициям и в лучшем случае даже действует эффект рычага, если рынок на подъеме. Конечно, мы эти монеты меняем на биткоин и выплачиваем вам. Но если вы выберете способ реинвестиции, то тогда выигрыш будет намного выше, особенно через года 2 или больше из-за сложного процента. Мастерноды уже существуют десяток лет. Почему бы не еще 10 лет или дольше? В итоге мы это будем продолжать, пока инвестиции в них выгодны. Мы это рассматриваем как долгосрочную программу. Итак, посмотрим на распределение мастернодов в пуле. Здесь существует 3 области. Безопасность, экономия и высокий перформанс. В области безопасности находятся монеты, которые уже поступило много биткоинов, куда и так инвестировали много людей. Это, например, Dash, PIVX и так далее. Они существуют уже давно, и у них есть потенциал остаться на рынке еще много лет. У них доход от 0,01% до 0,04% в день. В году в худшем случае это было бы все равно от 3,6% до 4,4% без сложного процента. Но не каждый банк даст вам такой процент, правда ли? Впрочем, это уже хорошо для начала, но можно и лучше. В области экономии находятся монеты, которые являются востребованными услугами, в том числе сохранение страховочных данных в блокчейне или, например, мессенджер локи. Здесь, естественно, у нас более высокий процент, и в итоге эти два типа у нас преобладают. Но иногда мы добавляем в пул долю высокого перформанса. Такая инвестиция, даже не верится, вполне может окупиться за два дня или выигрыш превысит 200%. Но часто такие монеты долго не остаются на рынке. Бывает, что мы даже не успеваем вытащить деньги вовремя. Но в основном у нас это получается достаточно хорошо, и мы можем в таких случаях обеспечить значительный доход нашим инвесторам. Давайте посмотрим на средние доходы. Цифры здесь просто как пример, так как доходы зависят от многих факторов. Но вы можете спросить у вашего знакомого, члена клуба, как у него развивается депо. Важен факт, что мы выплачиваем доход уже после комиссии, то есть чистыми деньгами или в биткоинах. От него вам нет никаких дополнительных затрат. Естественно, при выплате на обыкновенный счет, вам, зависимо от места жительства, придется заплатить налог. Но есть возможности отложить уплату налогов, например, если вы используете функцию реинвестиции или выплату в биткоинах. Сейчас у GetNode инсталлировано более 1600 мастернодов, которые обслуживают около 60 различных криптомонет. То есть для каждой из них мы инсталируем несколько мастернодов, особенно там, где проекты с высоким потенциалом, например, 110 мастернодов одного типа монет. В другом случае 40 штук и так далее. В сумме их тогда получается 1600. С каждым новым членом, который к нам присоединяется и который хочет тоже получать доход, мы инсталируем дополнительные мастерноды в зависимости от размера взноса. Но это все еще начало. В пуле на данный момент около 2000 биткоинов. Следующая цель это достичь 10 тысяч. То есть мы еще находимся на начальной стадии развития. Доход, который мы выплачиваем, зависит от поведения рынка. Если биткоин по отношению к курсу монеты мастернода слабее, мы можем выплатить больше доходов. Если наоборот, тогда доходов будет меньше. Естественно, доходность пула бывает различной, так как рынок динамичен. Это не спиркнижка, где у вас на счет поступает зафиксированный доход в X процентов. Поэтому бывают дни, когда наши ракеты, то есть монеты с очень высоким перформансом, нам приносят высокие доходы. Но бывают и другие дни, когда, например, эти монеты должны провести обновление версии криптокошелька. И если управляющий монетой допустил ошибку, а у нас там инсталлировано много мастернодов, то тогда нам иногда приходится ждать исправления несколько дней. В этом случае доходы полностью отсутствуют. Тогда коротко возникает провал в выплате доходов. В итоге все равно шансы превосходят риск. И вероятность полной утраты инвестиций минимизирована. Компьютеры расположены по всему миру и работают децентрализованно. А что именно должно случиться, чтобы это произошло? Например, должно отключиться электричество у всех биткоин-нодов, то есть более миллиона компьютеров. Или у них же интернет. Если одна из этих ситуаций действительно наступит, то тогда у нас будут совсем другие проблемы. Нарушения снабжения, беспорядки и так далее. Даже банки мгновенно потеряют свои счета инвестиций. Другой вариант, что все монеты мастернодов резко обесценятся. Этот сценарий означал бы полный развал крипторынка, и его обсуждают уже более 10 лет. Уже 100 раз биткоин считали мертвым. Биткоин все еще существует, и крипторынок тоже. И представьте себе, если даже кто-то сможет уничтожить биткоин, что маловероятно, это один блокчейн из многих. Его заменит другой блокчейн, другая общая валюта номер один. То есть от этого крипторынок не развалится. Структура издержек для инвесторов у нас очень простая. То есть, когда приходит доход из пула, мы отнимаем 25% сбора для того, чтобы оплатить все, что вы здесь видите. У нас нет никаких скрытых комиссий для взноса, выплат или депо. И самое главное для тех, кто хочет к нам присоединиться, что мы ничего не отнимаем от взноса, а только от текущих доходов. И это мы считаем очень справедливым. Давайте посмотрим на циркуляцию денег. Допустим, что настрой у вас позитивен, то, чем мы занимаемся, имеет с вашей точки зрения смысл. И вы верите, что это будет продолжаться еще долго, так как мастерноды существуют и растут в количестве уже больше 10 лет и так далее. Итак, предположим, что вы присоединяетесь к нам и переводите первый взнос. То есть, я вам сейчас покажу путь вашего взноса, что с ним происходит и так до первой выплаты. Итак, когда нам поступает взнос в виде биткоина или евро, мы покупаем на криптобирже мастернод монеты. Затем мы создаем криптокошелек, куда мы переводим эти монеты. Вы, например, в это время расслабляетесь под музыку. Теперь мы инсталируем криптокошелек на базе линукса и подготавливаем его к работе с мастернодом. Вы, например, в это время играете с друзьями в дартс. Затем мы должны выполнить различные задачи мастернода, в том числе управление, воутинги, бюджеты и прочее. Пока мы все это делаем, вы, например, с вашими детьми собираете пазлы. Итак, мы завершили установку мастернод и таким образом повысили безопасность криптомонеты. И теперь получаем вознаграждение за работу мастернода и поддержку сети. Наш общий доход. Этот доход поступает в виде криптомонет данной валюты мастернода. Теперь мы, естественно, должны наблюдать за этим, контролировать, что там действительно ежедневно поступают монеты на криптокошелек и оценивать доход мастернода. У вас при этом достаточно времени, чтобы прочесть целую книгу. Затем, конечно же, нужно менять доходы на биткоин. Монеты в области безопасность меняем каждые 3 или 5 дней. Экономия – раз в 2 дня. И если у нас есть кое-что из категории высокий перформанс, тогда даже 2-3 раза в день. Да, это много работы, во время которой вы можете даже посмотреть пару фильмов подряд. В итоге у нас опять биткоин, так как мы обратно поменяли полученные монеты на криптобиржу. И что мы с ними делаем? Мы их собираем в 14 дней и вам выплачиваем в понедельник. Можно сказать, это наш день выдачи зарплаты. Только она приходит 2 раза в месяц. Те, которые получают выплаты биткоином, конечно же, их видят в тот же день в своем криптокошеке. Если взнос выплата в евро, тогда, естественно, это длится несколько дней, но обычно не больше недели. Проблем у нас в этом плане нет. Деньги всегда доходят по системе IBAN. Хотя, если вы не резидент Евросоюза или не имеете счет в одном из банков Евросоюза, то вам выгоднее все расчеты ввести в биткоин, чтобы избежать высоких издержек при международных переводах. А теперь рекомендация для людей, которым выплаты на счет поступают в евро. Подумайте об изменении выплаты на биткоин. Да, понятно, рынок может для вас новый. Но тот, кто вас пригласил на этот вебинар, может вам помочь открыть за 5 минут ваш собственный криптокошелек. Например, на blockchain.com. И смысл в том, что держать сбережения в биткоин намного интереснее, так как его ценность, в отличие евро, доллара или швейцарских франков, рублей, более вероятно повысится в будущем. Тогда как обычные валюты могут только обесцениться, например, за инфляцию. Опять-таки, в той части ваших финансов, которая хранится в виде биткоин, вы независимы от финансовой системы. Это, вообще-то, главное достоинство вашей независимости. К тому же, вы еще экономите много времени, раз всем этим делом занимаемся мы. И это всего лишь за 25% доходов. Без других сборов это явно немного, раз мы оплачиваем все наши расходы. У нас все идет отлично. Система построена с необходимыми мерами безопасности. И мы еще много лет так можем продолжать работать. В конце концов, мы все в одной лодке. Раз прибыль фирмы – это 25% всех доходов минус расходы, то у нас также огромный интерес держать их на высоком уровне. Поэтому мы все вместе гребем в одном направлении. Поэтому мы называемся клубом. Именно это мне нравится у GetNotes. Предположим, что вы внесли деньги, получили доходы, приобрели положительный опыт и говорите. Хорошо, теперь я хочу увеличить взнос. Для этого у нас есть функция реинвестиции. Например, если мы выбираем 70%, тогда именно 70% ваших доходов попадают обратно в пул. И на вас работают дальше по знакомому принципу. Долгосрочно получается сложный процент. Остальные 30% доходов выплачиваются, как в предыдущем примере. Этот процент вы можете поменять на вашем дэшборде в любой момент. Даже за один день до выплаты. Там вы также видите дату следующей выплаты. Кто вообще руководит GetNotes? Ну, это первым делом два директора – Ирка и Патрик. Зачем два директора? У них, естественно, разные компетенции. Оба предприниматели. Ирка – стратег, а Патрик – специалист по программированию, команду разработок по криптотемам. Тило – руководитель продаж. Он обслуживает немецкоязычный рынок и в том числе занимается координацией интернациональных продаж. Я сам тоже добавляю собственную компетенцию и, естественно, вам объясняю все на русском языке. И, конечно же, у нас работают программисты, которые в том числе инсталируют мастер-ноды и постоянно улучшают всю структуру IT. Место регистрации фирмы у нас Мальта, потому что там есть два преимущества. Налоги там достаточно низкие, так что для вас это, во-первых, означает меньше сборов на доходы. И, во-вторых, пул без лимитов. Например, в Германии это максимум 500 тысяч евро, а на Мальте это неограничено. Дополнительно, на нас работают предприятия, оказывающие нам различные услуги. И все это вместе практически создает те доходы, которые вы хотите видеть. Естественно, они колеблются в зависимости от рынка, то есть не остаются на одном уровне. Кроме того, у нас имеется быстрая техническая помощь, телеграм-чат и инфоканал, куда поступает только главная информация. Существуют вебинары вживую и оффлайн-семинары. Те, которые хотят познакомиться с нашими директорами, могут приехать в Берлин. У нас там несколько раз в году проводятся мероприятия. Это очень интересная возможность. А сейчас я прошу вас сосредоточиться, так как это особенно важный для вас пункт. Я хочу, чтобы всем было понятно. Начнем с того, что вы у нас не начинаете с нуля процентов. Что это значит? Предположим, что вы инвестируете в фотоэктическую установку. Это похоже на наш пул, так как установка вам тоже приносит доход, как и мы с мастерновым. Разница в том, что установка, например, на крыше вашего дома преобразовывает солнечную энергию в электричество и с этим поступает доход. К сожалению, вы заранее ее должны купить или финансировать. Если вы вдруг передумали, продать все непросто и деньги могут быть потеряны. Ведь нужно несколько лет, чтобы установка окупилась и у вас появился настоящий доход. У нас это по-другому. Вы не начинаете с нуля, а со ста процентов. Но в этом своя загвоздка. Ваш взнос переводится в пул. То есть мы на ваши деньги покупаем монеты мастернов. Не биткоин, а именно монеты мастернов. Чей курс относительно биткоина может колеблется. Предположим, что через 2 года курс монет мастернов в пуле в среднем упал по сравнению с биткоином. Тогда, если вы захотите выплатить вашу часть пула, она будет в абсолютном значении биткоин меньше, чем в день взноса. Фактически, если вы захотите покинуть наш клуб, взнос вернется вам в зависимости от состояния рынка на этот момент. И таким образом может быть больше или ниже. Естественно, если вы выбираете реинвестицию, к вашему взносу добавляются доходы. Или вы их себе выплачиваете каждые 14 дней. Попробуйте обе настройки и убедитесь, что все работает как следует, без проблем. А теперь еще важные пункты. На экране это выделено зеленым и красным. Во-первых, срок действия вашей инвестиции не ограничен. Пока мастерноды нам за наш сервис выплачивают доходы, мы продолжаем этот сервис без ограничения для всех участников. Во-вторых, длительность выдержки, то есть периода блокировки взноса, 180 дней. Значит, вы не можете первые полгода вернуть свой взнос. Но время бежит быстро. И здесь самое главное, что у вас нет обязательств выплаты ценность пула. Все продолжается дальше. Можете держать нашу инвестицию в пуле, сколько хотите. Я советую планировать долгосрочно, особенно потому, что каждые 14 дней желаемая часть выплачивается на ваш счет или криптокошелек. Существуют следующие возможности взноса и выплаты помечено зеленым. То, что написано красным, невозможно. Это взнос в биткоин и выплата в евро. Если вы делаете взнос в евро и один раз изменили выплату в биткоин, это уже не отменить. В итоге у нас система set and lean back. То есть, для начала нужна ваша регистрация в клубе, ввод данных и оплата взноса. А потом вы можете откинуться назад на кресле. И мы для вас выполняем всю работу. Вам приходят каждые 14 дней дохода. Вот такой простой принцип. Имеет ли смысл нас рекомендовать? Не достигли ли мы уже насыщения рынка? Давайте посмотрим на глобальный опрос на странице статистов. Как популярны криптовалюты в мире и какой процент людей ими владеет? На первом месте Турция, где 20% респондентов владеют какими-либо криптомонетами. В России всего лишь 9% по данным 2019 года. А например, США или Германия еще очень отстают по теме. Очевидно, что в этом есть очень большой потенциал. Людям рассказывают про преимущества криптовалют и владение биткоином. Приглашать людей в этот вебинар, чтобы все могли это понять. Да, действительно, хорошо иметь деньги вне классической финансовой системы. Ради этого уже имеет смысл рассказать другим про то, чем мы здесь занимаемся. А теперь давайте посмотрим на комиссионные, которые вы можете получать за успешную рекомендацию. Для этого вы должны сделать первичный взнос. К нему привязана комиссия, и это значит, что при выплате ценности пула первого взноса теряется комиссия всех рекомендаций. Так что умный шаг внести по минимуму, скажем, 1000 евро или 0,2 биткоин. Посмотреть, как все работает, и потом увеличить инвестиции. Тут видно, что каждый партнер и уровень рекомендаций вам приносят процент на их доходы. Некоторым знаком принцип рекомендаций или так называемый affiliate marketing Амазона. Здесь у нас еще два уровня больше, но это не сетевой маркетинг, так как мы не выплачиваем комиссию за рекомендацию или покупку продукта, а только за доходы в пуле. Предположим, что у вас большой круг знакомых, которые могут внести большое количество биткоин или евро. В сумме, например, 75 биткоин. Да, вы можете сказать, что 75 биткоин, это серьезно. Но для других это нормальная инвестиция. Такие партнеры у нас уже есть в клубе. Некоторые из них имеют 700 или 800 биткоин в пуле на всех трех уровнях. Посмотрим здесь только на первый уровень рекомендации. И предположим, что мы в среднем выплачиваем 4% дохода в месяц. Это значит, что от этих 4% вы получаете на первом уровне 8%. И это равно 0,24 биткоин в месяц. При курсе биткоина 8100 евро вам поступает комиссия 1950 евро ежемесячно. Уже очень неплохо, правда ли? Ну, курс меняется, и биткоин недавно был ниже, около 5000 евро. Что все еще означает 1200 евро в месяц. А в конце 2017 года его курс даже был в пределах 16 тысяч. И поэтому вопрос, что еще возможно? Давайте возьмем третий пример. Курс 18 тысяч. Тогда ежемесячная комиссия состоит 4300 евро в месяц. И это уже происходит автоматически, без дополнительных рекомендаций. Просто так, месяц за месяц. И это не просто ради того, чтобы вы рекомендуете партнеров, а потому что мы таким образом поддерживаем мастер-нот-сервис. Повышаем безопасность, выполняем задачи и за это получаем доходы. Так что здесь это действительно пассивный доход. Вы нам доверяете, и мы активно выполняем. Так как мы все заинтересованы в доходах от мастер-нот. Мы в одной лодке и крепим ту же самую сторону криптомория. Мы дополнительно поддерживаем развитие сервиса в текущем соревновании. Вы можете при определенном количестве рекомендаций получить ваучер для путешествий и карманные деньги в виде бонуса. Зависимо от того, где у вас партнеры, по прямой линии или на всех трех уровнях. К тому же существует большое соревнование, победители которого с нами вместе полетят в Дубай. Это, конечно, особый шанс с нами познакомиться. Учитывается топ-5 прямых партнеров, которые независимо от величины взноса, нам порекомендовали большинство клиентов. Победителям мы оплачиваем полеты, отель, экскурсии. Вашего партнера или партнершу вы также можете взять с собой, но он или она заплатит половину стоимости поездки. Дополнительно личные расходы не включены. Я ожидаю с нетерпением этой совместной поездки с нашей командой и победителями. Это будет уникальный отпуск и особенный шанс провести время вместе. Это было все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, воспользуйтесь помощью контакта, который вас пригласил. Или, конечно же, пишите в телеграм-канале. До скорого! Ваш Михаил Тимофеев.